До чего прогресс дошел. Самогонный аппарат настоящий. Вот дела. Так. Уважаемый, встаем. Быстренько. Подъем. Куда ему бежать, блин? Шапку снял? К удивлению полицейских настоящим оказался не только аппарат, но и сам цех, в котором, правда, изготавливали и перерабатывали не спирт, а наркотики каннабисной группы. Так называемую кухню обнаружили сотрудники уголовного розыска в селе Новобельмановка Харольского района. А вот сами повара при задержании оперативников пытались убедить в том, что они вообще на охоте. Что? Это вот эта охота называется, да? Вот эта охота называется? Это охота, да? И что, сколько вы смолы подбили? А что это такое? Вот это что такое? Вот баки, ацетоны. А? Алексей? Ну что вздыхаешь? 12 мешков конопли и две огромные бочки с переработанным раствором гашишного масла, коробки с ацетоном, плюс аппараты для переработки наркотиков. Промышленные объемы впечатлили даже оперативников. На месте, к допросу подозреваемых, они подошли с особым пристрастием. Ты что тут делал? Ты смотрел за бочком, за каким показывай? Вот первый. Смотрел, для чего за ним? Чтоб не загорелся. То есть это уже конечная стадия. А вот когда выпарится, что дальше делать с этой бойдой? Громче. То есть остается смола, а ее никуда больше не надо, там ничего. Я не врубаюсь просто, я тебе говорю, в наркоте. Ты мне хоть раз говорю, первый раз вот такую хуйню вижу, за 20 лет службу. То есть вот эта чистая смола, которая идет потом на реализацию, да? Или курить, там кто как уже. Организованную группу, наладившую наркотрафик по всему Приморью, оперативники задержали. Четверо сейчас под стражей, включая главаря банды. В рамках расследования уголовного дела установлена личность организатора, ранее судимого 44-летнего жителя Харольского района. В противоправную деятельность он вовлек нигде не работающих, ведущих о социальный образ жизни местных жителей. Организовал места посева конопли, ее сбор, транспортировку и переработку. Организатор обеспечивал безопасность, конспирацию и доставку конечного продукта к местам сбыта на территории Приморского края и оптовым покупателям за его пределами. Маньчжурскую коноплю, которую высадила Харольская ОПГ, уничтожили. Правда, пришлось подключать даже сельхозтехнику на гусеничном ходу. Такие были масштабы наркотиков. Следствие окончено, уголовное дело направлено в суд. Теперь за незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере всем членам организованной группы грозит пожизненное заключение. Евгения Клепикова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом.